Дорогие друзья, мы начинаем сегодняшний творческий вечер, посвященный 75-летнему юбилею Владимира Семёна Чебусоцкого, которого 32,5 года ровно с нами нет. Точнее, юбилей будет 25 января, но это очень скоро, поэтому, так сказать, предъюбилейная пора. Многоязычный литературно-музыкальный театр принял решение отметить этот день определенным праздником, творческим вечером. Это некий литературно-музыкальный монтаж, может быть, в какой-то степени это элементами спектакля, концерта, как уж там получится. Одним словом, чтобы не пройти мимо, тем более, что я не знаю, думаю, никто отрицать не будет, дорогие зрители, слушатели, и особенно те, кто счел, возможно, несмотря на не самую радостную погоду, все-таки прийти сюда. Никто не будет спорить с тем, что Владимир Семенович Высоцкий своей и жизнью, и также и своим творчеством оказал большое влияние на всех нас. И поэтому было бы неплохо в какой-то посильной степени отдать ему должное. Я сразу хочу сказать, что Владимир Семенович Высоцкий, именно тот человек, который дал авторской песне вот это название, то есть оно принадлежит Высоцкому. Неким предшественником авторской песни был Александр Вертинский. Можно, конечно, вспомнить и Лещенко, Петра. Значит, были и другие люди, но все-таки как бы с Вертинского это в какой-то степени начинается, но там образовался разрыв. А дальше эту эстафету подхватили в порядке даты рождения Александр Аркадьевич Галич, Булат Шалович Акуджавов, ну и дальше Владимир Семенович Высоцкий. Вот это, по общепринятому мнению, гранды движения авторской песни. Владимир Семенович Высоцкий постоянно на своих концертах подчеркивал, что у него это не песни, а стихи, положенные на некую ритмическую основу. Я со своей стороны хочу сказать, что я с удовольствием это мнение Владимира Семеновича Высоцкого выслушал, потому что я выступаю в трех жанрах моих собственных. Первый – это стихопесенная декламация. Второй – стихопесенная ритмодекламация. И третий – стихопесенная мелоритмодекламация. Во всех случаях это речитативное пение, это некий шпрегезант. По-немецки этот термин стал даже международным, используется даже в англоязычных странах. Ну, можно сказать, что это стихопесня, по-английски «вез сон», по-немецки «бегирт лид». В общем, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Дальше. Голос Владимира Семеновича Высоцкого, конечно, уникален. Ушедшая тоже от нас, но недавно, была Ахатовна Ахмадулина, выдающаяся поэтесса, сказала, «Голос всегда изъявление души». Голос Высоцкого – это, я забыл еще какой-то пролагательный, мучительный подвиг. То есть, это действительно подвиг. Повторить голос Высоцкого совершенно невозможно, и никто за это, естественно, не берется. Поскольку Высоцкий был, можно сказать, одним из основоположников движения авторской песни, давшим, кстати, ей название, то, естественно, я поинтересовался, как обстоит дело с его аккомпанементом. И с ним оказалась ситуация, как ни странно, вполне аналогичная. А именно, Владимир Семенович Высоцкий выступал не на шестиструнной, как принято на Западе, а на семиструнной гитаре, которая, я не знаю, используется ли где, кроме России. Это еще, возможно, от цыган идет. Но и в свое время, кстати, когда выступал Высоцкий, шестиструнка была еще экзотикой. Только потом она оккупировалась, и все. И сейчас семиструнку даже, наверное, и найти не будет. Да-да-да. То есть я к чему клоню? Во-первых, Высоцкий выступал на семиструнной гитаре. Во-вторых, он использовал только первые пять струн. В-третьих, он еще их и перестраивал. К чему это приводит? Значит, если взять какое-то конкретное исполнение Высоцкого, то гитарист-виртуоз способен действительно его повторить. Но только виртуоз. По моим наблюдениям, гитаристы-виртуозы предпочитают инструментальные произведения. Что-то я не слышал, чтобы кто-то из них исполнял Высоцкого. Тем более, что бокал даже и не требуется. Вы же понимаете, гитарист-виртуоз. Что он будет петь. Значит, но есть еще одно важное обстоятельство. Дело в том, что Владимир Семенович Высоцкий никогда не повторялся точно. То есть никакого стандартного исполнения его песни, с точки зрения как слов, так и аккомпанемента, и особенно аккомпанемента, просто не существует. Такое ощущение, что он каждый раз импровизировал, и в таком случае говорить о том, чтобы каким-то образом воспроизвести буквально то, что делал Высоцкий, даже и с точки зрения аккомпанемента, оказывается невозможным и нечего стараться. Поэтому практически получается так, что нужно максимально бережно отнестись к тексту Владимира Семеновича Высоцкого и представить его в силу наших возможностей, способностей, нашего видения. Кстати, я хочу сказать вот такую вещь. В свое время, где-то так, в мае минувшего года, нет, простите, в мае 2011 года, то есть более полутора лет назад, мне доверили завершить концерт в Доме творчества в Бюрлингхраузене, и я для этого завершения взял диалог у телевизора, то есть Вани и Зины у телевизора Высоцкого. Сегодня я запланировал этот диалог тоже представить. Надо сказать, что это выступление оказалось, судя по реакции публики, триумфальным. Я ничего такого не видел. Публика даже волнами ходила, покатывалась с осмехом. Потом было обсуждение, тем более, что там участвовали люди серьезные, профессиональные артисты, в том числе и из Санкт-Петербурга. И один из них высказал такое мнение, что все сделано действительно очень хорошо, но Высоцкого лучше не трогать вообще. И надо сказать, что такого мнения придерживаются некоторые другие люди. Сам Владимир Семенович в свое время, когда он жил, он говорил, что ему не очень нравится, когда его исполняют. Ну, разве что, если это в спектаклях каких-то. Но это тогда, когда он жил, когда сам мог исполнять. Тридцать три, ну, тридцать два с половиной года его с нами нет. Поэтому вопрос ставится так. Либо его вообще никто не будет исполнять, и тогда его, скажем, прямо забудут, и новые поколения его совершенно не узнают, либо все-таки артисты будут, как могут, представлять его творчество. И таким образом получится, что Высоцкий жил. Я думаю, что это путь разумный. Он написал даже песню «Это колея». Очень много. Да. То есть я клоню к тому, что, на мой взгляд, все-таки нужно, чтобы Высоцкий был представлен. На нашей сцене, я не говорю здесь именно, а говорю в общем смысле. Другое дело, что мы должны понимать, что представить Владимира Семеновича точно не получится. Я еще хочу сказать, что сегодня попытаюсь представить все мои жанры. Если получится, под некоторым... Ну, я надеюсь, что и с мелодикламацией тоже кое-что попробую, скажем так, при наличии благожелательной реакции Вашей, конечно. Значит, но я сразу хочу предупредить, что музыкального образования у меня нет. Я исполняю чисто интуитивно. Но, в конце концов, если речь идет о моих жанрах, то в них это допустимо. Я же не веду речь, скажем, об оперных ариях или о чисто мелодическом исполнении стандартных романсов. Значит, ну, тем не менее, сегодня все-таки у нас, конечно же, как Вы понимаете, не лекция, а вечер, что-то вроде концерта, поэтому никуда не уйти, надо исполнять самого Владимира Семеновича Высоцкого. Но в необходимых случаях я, конечно, комментарии буду давать, необходимых и полезных, потому что это может быть вам, дорогие друзья, интересно. Значит, с чего, как говорится, начать? Я думаю с креда. У креда Высоцкого называется «Я не люблю». Я не люблю Фатального исхода От жизни Никогда не устаю. Я не люблю Любое время года, Когда веселых Песен не пою. Я не люблю Холодного цинизма Восторженность не верю И еще Когда чужой Мои читает письма, Заглядывая мне Через плечо. Я не люблю, Когда наполовину Или когда Прервали разговор. Я не люблю, Когда стреляют Спину Я также Против Выстрелов В упор. Я ненавижу Сплетни В виде версий, Червей Сомнения, Почести Иглу, Или когда Все время Против Шерсти, Или когда С железом По стеклу. Я не люблю Уверенности Сытой, Уж лучше Пусть Пусть Откажут Тормоза. Досадно Мне, Что Слово Честь Забыто, И что В чести Наветы За глаза. Когда Я вижу Сломанные Крылья, И от жалости Во мне И неспроста. Я не люблю Насилья И бессилья, Но только Жаль Распятого Христа. Я не люблю Себя, Когда Я Трушу. Мне Горестно, Когда Невинных Бьют. Я не люблю, Когда Мне Лезут В душу, Тем более, Когда В нее Плюют. Я Не люблю Манежи И Арены, На них Миллион Меняют По Рублю. Пусть Впереди Большие Перемены, Я Это Никогда Не Полюблю. Спасибо, Дорогие Друзья. Беларуф Понятное Будем Береги. Ты же Помнишь Парни Средизбурга, Который Песни Руссоцкого? Понял. Вот И Винюля Месяца, Когда Мы Делать Встречу, Можно Будет Сделать Тематическую Тоже Как Руссоцкого 33 года 25 Июля Будет 33 Года Как Я Руссоцкого 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 Забыл Сказать В этом Стихотворении Ну В этой песне Но он Это Автологическое Стихотворение Хотя он его Исполнял Под гитару Я счел Это Нецелесообразно Потому что Это не песня Это кредо На самом деле Значит И что Что тут Важно Во-первых Высоцкий Прямо Сказал О Нравственности Нравственность Это Главное Чего Нам Не Хватает Да Вспомните Досадно Мне Что Слово Честь Забыто И я Сразу Хочу Сказать Что это Произошло Тогда Когда Феодализм Был заменен Капитализм Про Феодализм Честь Была А Про Капитализм Она Исчезла Вместо Нее Введено Право Теперь Два Важных Изменения В этом Стихотворении Или Там В этой Песне Значит В первоначальных Вариантах Когда Высоцкий Только Написал У него Были Такие Строки Но Если Надо Выстрелю В Упор И Кроме Этого И Мне Не Жаль Распятого Христа А потом Он Приблизился Как я Понимаю К Десяти Заповедям И Внес Вот Те Изменения Которые Я Вам Представил Теперь Попробую Представить Корабли Корабли Постоят Уложатся На курс Но Они Возвращаются Сквозь В Погоду И Пройдет И Полгода И Я Появлюсь Чтобы Снова Уйти Чтобы Снова Уйти На Полгода Возвращаются Возвращаются Кроме Лучших Друзей Кроме Самых Любимых И Преданных Женщин Возвращаются Все Кроме Тех Кто Нужней Я Возвращаются Возвращаются Полгода Пройдет Полгода Спасибо 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 Это, наверное, будет Песня о друге Наверное, ее тоже Попробуем Испомнить Как получится Кстати Конечно Если я Специально Не обозначил Кто Автор Так Во всех Случаев Понятно Это Владимир Семенович Высоцкий Если Авторы Друг Я Буду Особо Оговаривать Если Друг Оказался Если Друг Да Да Можно Умень Подбор Если Друг Оказался Друг Не Друг Не Враг А Так Если Сразу Не Раз Берешь Духан Или Хорош Порня Горы Тем Нески Не Бросай Одного Его Пусть И В связке С Тобой Одной Он Понял Что Кто Такой Если Парень Тарах Не Нах Если Сразу Таскиз Не Лиз Как Ступил На Ледник Зесник Оступил С И Крик Значит Рядом С Тобой Чужой Его Не Украина Гони Вверх Таких Неберут И Тут Про Таких Неберут Если Жен Не Скулил Не Мыл То Сих Мур Был И Сол Ночью А Когда Ты Упал Заскал Он Стоял Но Держал Если Шел За Тобой Как Бой Большин Стоял Хрюльной Значит Как На Себя Самого Положись На Него Положись На Него Стоял Это Из Фирма Вертикаль Посвященного Горам Тут Тоже Маленький Комментарий Дело В том Шавусоцкий Как Сам Прознавался Никогда Не Был Ни На Одной Вершине Кроме Быть может Некоторых Творческих В отличие От Юрия Висбора Юрия Осифовича Который Был Не Просто Альпинистом Но И Руководителем Альпинистских Групп Но Если Сопоставить То Что Висбор Написал О горах И То Что Высоцкий Не Знаю Кому Как А Я Лично Отдаю Предпочтение Высоцкому И Похоже Так Поступит Большинство Дело В том Что У Владимира Семеновича Высоцкого Было Такое Замечательное Качество Как Умение Вжиться Почувствовать Жизнь Совершенно Другого Человека И Не Случайно У него Много Песен Написано От имени Людей Совершенно Различных Профессий Даже От Зэков Которые Высоцкий В жизни Высоцкого Никогда Не Были Значит И Есть У него Даже Песни От Неодушевленных Предметов Например От Микрофона От Имени Яка Истребителя И Это Дело Совершенно Замечательно Значит Я Клоню К тому Что Горы Песни О горах Они Тоже Во многом Нас Формировали Потому Что Фильм Вертикаль Вышел Тогда Когда Для Нас Это Было Важно Как Мне Кажется И Поэтому Я Тему Гор Хочу В Определенной Степени Представить Ну Вот Например Есть Такая Песня Здесь Вам Не Равнина Здесь Вам Не Равнина Здесь Климат Иной Идут Лавины Одна За Одной И Здесь За Камнепадом Ревет Камнепад И Можно Свернуть Обрыв Обогнуть Но Мы Выбираем Трудный Путь Опасный Как Военная Тропа Кто Здесь Не Бывал Кто Не Рисковал Тот Сам Себя Не Испытал Пусть Даже Внизу Он Звезды Хватал С Небес Внизу Не Встретишь Как Тетя Низ За Всю Свою Счастливую Жизнь Десятой Доли Таких Красот И Чудес Нет Алых Роз И Траурных Лент И Не Похож На Монумент Тот Камень Что Покой Тебе Подарил Как Вечным Огнем Сверкает В нем Вершина Изумрудным Льдом Которую Ты Так И Не Покорил И Пусть Говорят Да Пусть Говорят Но Нет Никто Не Гибнет Зря Так Лучше Чем От Водки И От Простут Другие Придут Сменим Уют На Риск И Непомерный Труд Пройдут Тобой Проложенный Маршрут От Весные Стены А ну Не Зевай Ты Здесь На Везение Не Упавай В горах Ненадежны Ни Камень Ни Лед Ни Скала Надеемся Только На Крепость Рук На Руки Друга И Вбитый Крюк И Молимся Чтобы Страховка Не Подвела Мы Рубим Ступени Ни Шагу Назад И От Напряжения Колени Дрожат И Сердце Готово К вершине Бежать Из Груди Весь Мир На Ладони Ты Счастлив И Нем И Только Немного Завидуешь Тем Другим У Которых Вершина И Еще Впереди Спасибо большое Еще Вершин Что Взять Нельзя Среди Нехоженных Путей Один Путь Мой Среди Невзятых Рубежей Один За Мной А Имена Тех Кто Здесь Лег Снега Таят Среди Нехоженных Дорог Одна Моя Здесь Голубым Сияньем Льдом Весь Склон Облит И Тай Чьих Небудь Следов Гранит Хранит И Я Гляжу В свою Мечту Поверх Голом И Свято Верю В Чистоту Снегом И Слово И Пусть Пройдет Немалый Срок Мне Не Забыть Что Здесь Сомнения Я Смог В себе Убить Тот День Шептала Мне Вода Удач Всегда Один Какой Был День Тогда Ах Да Среда Спасибо Кстати Я думаю Вы Дорогие Друзья Уже Заметили Что У Высоцкого Часто Встречаются Просто Замечательные Рифмы В свое Время На это Обратил Внимание Нобелевский Лауреат Иосиф Бродский И он В частности Отметил Что Высоцкий Это Настоящий Поэт Намного Сильнее Чем Он Назвал Буквально Евтушенко И Вознесевский Которые Были Как раз Официальными Поэтами С многотонными Сборниками Стихов И Бродский Даже Сказал Что Вот Эта Ритмическая Основа Вот Это Музыкальное Сопровождение Ему Даже Мешает Воспринимать Стихи Высоцка Но это Чисто Личное Мнение Мне Так Помогает Но Я Все-таки Даже На слух Вижу Где Хорошие Рифмы И Надо Сказать Что Высоцкий Это Конечно Настоящий Поэт А Если У него Есть Какие-то Юмористические Сатирические Вещи Тем более От имени Других Персонажей Так Это Вполне Нормально Для Искусства Прощание С горами В суету Городов И в потоке Машин Возвращаемся Мы Просто Некуда Деться И спускаемся Вниз С покоренных Вершин Оставляя В горах Оставляя В горах Своё Сердце Ах Оставьте Ненужные Споры Я Себе Уже Всё Доказал Лучше Гор Могут Быть Только Горы На Которых Ещё Не Бывал На Которых Никто Не Бывал Кто Захочет В беде Оставаться Один Кто Захочет Уйти Зову Сердца Не Внебля Но Спускаемся Мы С покоренных Вершин Что Ж Делать И Боги Спускались На Землю Сколько Слов И Надежда Сколько Песен И Тем Горы Будет У нас И Зовут Нас Остаться Но Спускаемся Мы Кто На Год Кто Совсем Потому Что Всегда Потому Что Всегда Мы Должны Возвращаться Ах Оставьте Там Просто Рай Зимой Лучше Только Там Где Горы Более Высокие Типа В Гималаях Типа В Гималаях А В Европе В Западной Европе Более Высоких Нет В Европе Есть На границе Европы На Кавказе Эльбрус Монблан Но До этого Мы Еще Дойдем Монблан Выше Да Эльбрус Казбек Казбек Тоже Выше Монблан Значит Ну Не Намного Но Типа На Порядка Километра Или Около Того Или 800 Метров Что То Короче Говоря У Монблана 4810 А У Эльбруса Казбека Типа 5000 600 Или Там 33 Или Что-то Примерно В таком роде К вершине Памяти Михаила Хергиани Это Выдающийся Альфинист Который Погиб Как раз В горах Ты Идешь По Кромке Ледника Взгляд Не Отрывая От Вершины Горы Спят Вдыхая Облака И Еще Тобой Он Падал Вниз Они Они Помогут Нам Они Помогут Нам Он не вернулся Из боя Он не спать Наши 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 Павшие Часовые Часовые Отражается Небо В лесу Как В воде И деревья Стоят Голубые В лесу Небли В лесу Небли В лесу Небли В землянке Хватало В поле Время Время Текло Для обоих Всего Теперь Одному Только Кажется Мне Это Я Не вернулся Из боя Это Я Не вернулся Из боя Штрафные Батальоны Всего Лишь Час Дают На Арт Обстрел Всего Лишь Час Пехоте Передышки Всего Лишь Час До Самых Главных Дел Кому До Ордена Ну А Кому До Вышки За Этот Час Не Пишем Ни Строки Молись Богом Войны Артиллеристом Ведь Мы Ж Не Просто Так Мы Штрафники Нам Не Писать Считайте Коммунистом Перед Атакой Водку Вот Мура Свою Отпили Грудь Пойм Пойм Коммунистом До Вы Вы Сейчас Мне Придется Перейти К Сидячему Положению Потому Что Или Я Попробую Повести Чувство Побыть Стром Я Попробую Иначе Придерживают Не Получается Короче Получи Это Присяг Я Попробую Может быть Полу А нет Придется Сидеть Дело В том Что Это Допустимо Потому Что Когда Исполнение На Гитаре Сидеть Допускаем Что Я Хотел Так Песня О Земле Кто Сказал Все Скорел Котла Больше В землю И Бросил Семя Кто Сказал Что Земля Умерла Нет Она Затаилась На Время Материнство Не взять У земли Не Отнять Как Не Вычерпать Коре Кто Поверил Что Землю Сожгли Нет Она Почернела От Коря Как Разрезы Траншей Убли И Воронки Как Раны Сияют Однаженные Мир Вой Земли И Земное Страдание Знают Она Вынесет Все Переждет Не Записывает Землю Крики Кто Сказал Что Земля Не Поет Что Она Замолчала Навеки Нет Звенит Она Стоны Душа Изо Всех Своих Ран Изо Души Ведь Земля Это Наша Душа Сапогами Не Вытоптать Душу Сапогами Не Вытоптать Душу Спасибо Большое Сидя Конечно Намного Легче Простите Пожалуйста Но Тут Мне Нужно Провести В чувство Иначе Держать Не Получится Так Что Еще Хотел А Братские Могили Кстати Что Я Хочу Сказать Может Быть Это Не Все Знают Значит Вот Эта Песня Штрафные Батальоны Которую Я Исполнил В виде Так Сказать Стихопесенной Декламации Я Все Жанры Сегодня Как видите Использую Она Была Исторически Первой У Высоцкого Войне Она Написана Была Аж В 63 Году То есть До Его Военных Песен И На Мой Взгляд Это Самая Мало Известная Ее Не Было На Пластинках Я Не Помню Ее Даже И В Записях То есть Ее По-моему Меньше Всего Знают И я Такие Песни Особо Стараюсь Представить Ну Может Быть Слышим В принципе Дорогие Друзья У Владимира Семеновича Высоцкого От 800 До Тысячи Стихов И Песен И Смешно И Думать Чтобы В рамках Одного Концерта Представить Хоть Сколько Нибудь Значительную Часть И Многие Остаются За бортом Ничего Не Сделаешь Итак Коль Скоро Объявлено Братские Могилы На Братских Могилах Не Ставят Крестом И Довы У них Не Рыдают Крин Тота Приносит Букеты Святом И Вечный Огонь Зажигают Здесь Раньше Вставала Земля На Дыры А Нынче Гранитные Плиты Здесь Нет Ни Одной Персональной Судьбы Все Судьбы В Единую Слиты На Вечном Огне Видишь Своих Нуж И Танк Горящие Русские Хаты Горящий Смоленск И Горящий Рейстаг Горящее Сердце Солдата У Братских Могилов Нет Затлаканных Дом Сюда Ходят Люди Покремче На Братских Могилах Не ставят Крестов Но разве От этого Легче Но разве От этого Легче Спасибо И опять Песня О Новом Времени Может быть Слышали Но Она у него Тоже Такая Как А И Затем Легче Тяжело Шаги Значит Скоро И нам Уходить И прощаться Без мы на счастье, так старащий, ты покорил, летим, мы за ним, убегающим в свет, только вот в этой скачке теряем мы больше. Дело в том же некоторое, я постараюсь не очень преувеличить, но я рассчитываю на то, что знание. Придется повторить это, потому что я неплохо различить эти слова. Наше время первое, вековое на счастье, так старащий, и в лагоню летим, мы за ним, убегающим в свет, только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей на скаку. Не заметим, что рядом, товарищи, мирные. И еще будем долго огни принимать за пожары мы, будет долго словещим казаться нам скрыть сапогу. Про войну будут детские игры с названиями старыми, и людей будем долго делить на своих и врагов. А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется, и когда на животе устанут под нами скакать, И когда наши девушки сменят швели на платьице, не забыть бы тогда, не просить бы и не потерять. Пародия на плохой детектив. Опасаясь в контрразведке, избегая жизни светской, под английским псевдонимом, мистер Джон Ланкастер Пэк, В вечно кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, Жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, Щелкал глаза, в нем был спрятан инфракрасный объектив. А потом, в нормальном свете, представало в черном цвете, Все, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад. Искаженный микропленкой, гум стал маленькой избенкой. И совсем сказать не можем, чем предстал театр МХАТ. Но работать без подручных может грустно, может скучно. Враг придумал. Враг был докан, написал фиктивный чек. Где-то в гебрях ресторана господина Епифана Сбил с пути из-под тылыку несоветский человек. Епифан казался шабным, хитрым, умным, плотоявным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. Значит так, подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел. Вот и первое задание. В 3.15 возле бани, может раньше, может позже остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си. И еще. Оденьтесь свежим и на выставке в манеже. К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он, не хотите ли череши? Вы ответите, конечно. Он вам даст батон с взрывчаткой. Пронесете мне батон. И за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, Будут деньги, дом Чикаго, Много женщин и машин. Враг не ведал, дурачина. Тот, кому все поручило, Был чекист, майор разведки И прекрасный семьянин. Да, до этих штучек мастер, Этот самый Джон Ланкастер. Но жестоко просчитался Пресловутый мистер Бек. Обезврежен он и дуажен, И пострижен, и посажен. А в гостинице советской Поселился мирный Грек. Спасибо, дорогие друзья. Первое отделение закончено. Дорогие друзья, Мы продолжаем наш концерт, Посвященный 75-летию Владимира Семеновича Высоцкого. Должен причем сказать, Что для меня это тоже Некий юбилей. И вот почему. Как раз, когда ему было 50 лет, А его на свете уже не было, Ему 42,5 не стало, Случилось так, что я как раз Получил, ну, сумел достать По блату с величайшим трудом Двухтовник Высоцкого. И я создал целый цикл Лекций, концертов по Высоцкому Из шести лекций, концертов. Причем это был, ну, фактически Дебют моих вот этих стихопесен, Вот этих всех моих жанров. И как раз этому 25 лет Так получается, раз это была песня. Так что для меня это сейчас И как бы личный тоже Дополнительный юбилей. Мы продолжаем. Высоцкий, в отличие от того, Что многие думают, что он был диссидентом, На самом деле он был патриотом Своей родины. И хотя он имел возможность, Но не уехал. Есть на эту тему даже песни. Нет меня! Я покину, рассею. Мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею На чужих елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвайе на пресне. Нет его! Умотал наконец. Ну и пусть свои чуждые песни Пишет там Про Версальский дворец. Слышу сзади Обмен новостями. Да не тот! Тот уехал! Спроси. Ах, не тот! И толкают локтями, И сидят на коленях В такси. А тот, с которым сидел В Магадане Мой дружок По гражданской войне, Говорит, что пишу ему Ваня! Скучно, Ваня! Давай, брат, ко мне! Я уже попросился обратно. Унижался, юлил, умолял. Ерунда! Не вернусь, вероятно, Потому что и не уезжал. Кто поверил тому по подарку, Чтоб хороший конец, как кино? Забирай триумфальную арку, Налетай на заводы Вино. Я смеюсь, умираю от смеха, Как поверили этому бреду. Не волнуйтесь, я не уехал, И не надейтесь, я не уеду. Она была в Париже. Многие ошибочно думают, Что эта песня была посвящена Марине Владе. На самом деле Марина Владе В творчестве Высоцкого упоминалась, Но они тогда еще не были даже знакомы. Это написано в 66-м году. Эта песня посвящена Ларисе Лужиной, С которой мы однажды даже вместе стояли на сцене. Ну, скажем так, «Золотого пыра Руси», Вы же понимаете, что я к этому определенное отношение имею. Итак, она была в Париже. Наверное, я погиб, Наверное, я погиб, глаза за кровью вижу. Наверное, я погиб, рабею. А потом, куда мне до нее? Она была в Париже. И я вчера узнал, не только в нем одном. Какие песни пел, я ей про север дальний. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на «ты». Но я напрасно пел о полосе нейтральной. Ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще. Я думал это ближе. Про счетчик, про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже. И сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, Хоть в общем был неправен. Засел за словари, на совесть и на страх. Но что ей до того? Она уже в Варшаве. Мы снова говорим на разных языках. Приедем, я скажу по-польски. Прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь. Но что ей до меня? Она уже в Иране. Я понял, мне за ней, конечно, не успеть. Она сегодня здесь, А завтра будет в Осло. Да, я попал в просад. Да, я попал в беду. Кто раньше с нею был, И тот, кто будет после, Пусть пробуют они. Я лучше перешду. Обычный палец завода. Куплеты бенгальцев. Или песня о старой Одессе. Дамы, господа, Других не вижу здесь. Блеск, изыск, и общество прелестно. Сотвори, господь, хоть пятьдесят Одесс. Все равно в Одессе будет тесно. Говорят, что здесь бывало королева из Непала И какой-то крупный лорд из Эдинбурга И отсюда, много ближе, до Берлина и Парижа, Через даже самого Санкт-Петербурга. Вот проехал в город меценат и крест Весь деньгах, с задатками повесы. Если был он с гонором, так будет без. Шаг ступил по улицам Одессы. Из подробностей пикаунтных две. Мужчины столь элегантны. В белом цвете вряд ли встретить бы смотливы. Ну а женщины Одессы все скромны. И поэтессы, и умны. А в крайнем случае красивы. Пушкин, величайший на земле поэт, Бросил все и начал жить в Одессе. Проживил он здесь еще хоть пару лет. Кто б тогда услышал о Дантесе? Нет прохода здесь, клянусь вам, От любителей искусства. И об этом много раз писали в прессе. Если в Англии и в Штатах Недостаток мецената, Пусть проедут, позаимствуют в Одессе. Дамы, господа, я восхищен и смят. Мадам, месье, я счастлив, что-то лица. Леди, джентльмены, я готов сто крат умереть И снова здесь родиться. Все в Одессе, в море песни, Спорт, бульвары, много лестниц, Храмы устрицы, акации, Вино, мизон, шантель. Да, наш город процветает, Но Одессе не хватает. Самое малость. Театра Варьетэ. Кстати, Высоцкий, как никто, Пел даже согласный. Вы это знаете. А для предложения, Вот бы Эдик, сейчас какую-то песню Высоцкого спел, Он же певец официальный. Значит, вот вот, кстати, Поскольку упомянут Пушкин, Песенка плагиатора. Я сейчас зовусь, как 300 тонн тротила, Во мне заряд нетворческого зла, Меня сегодня муза посетила. Посетила, так немного посетила и ушла. У ней имелись веские причины. Я не имею права на нытье. Представьте, Муза ночью у мужчины. Бог есть, что люди скажут про нее. И все же мне досадно, Одиноко. Ведь это муза, Люди подтвердят. Засиживалась сутками у блока, У Пушкина желание выходя. Я бросился к столу, Весь нетерпенье. Но, Господи, Помилуй и спаси. Она ушла, Исчезло вдохновение. И три рубля должно быть на такси. Я в бешенстве мечусь, Как зверь по дому. Но Бог с ней смузы. Я ее простил. Я ее простил. Она ушла. Кому-нибудь другому. Я, видно, ее плохо угостил. Ушли года, Как люди в черном списке. Все в прошлом. Я зеваю от тоски. Она ушла. Безмолвно, по-английски. Но от нее остались две строки. Вот две строки. Я гений, прочь сомнения. Даешь восторге лавры и цветы. Вот две строки. Я помню это чудное мгновенье, Когда передо мной явилась ты. Марш студентов физиков. Пробы еще в антимир не протоптаны. Но как на фронте держисты, Бомбардируем мы ядра протонами. Значит, мы антиллеристы. Нам тайны нераскрытые, Раскрыть пора. Лежат без пользы тайны, Как копилки. Мы тайны эти с корнем Вырвем у ядра. На волю пустим джина Из бутылки. Тесно сплодились Коварные атомы. Ну-ка, попробуй, Прорвись ты. Живо! Погоням в погоню за квантами. Значит, мы квантиллеристы. Пусть не поймаешь нейтрино за бороду И не посадишь пробирку. Но было бы здорово, Чтоб под декор рвом Взял его крепче за шкирку. Жидкие, твердые, Газообразные, Просто понятно, Вольготно. А с этой уплазмой Дойдешь до маразма, И это довольно почетно. Молода, зелена, Древность в историю, Дряхлость в архивах пылится. Даешь эту общую, Эту теорию Элементарных частиц нам. Нам тайны нераскрытые, Раскрыть пора. Лежат без пользы тайны, Как копилки. Мы тайны эти С корнем вырвем у ядра. На волю пустим джина Из бутылки. Вот это да. Мы ледим через бутылки. Вот это да. Вот, понравилось. Экспресс, я шукурка упала. И ладно, точно так. Случай. Раз уже науке зашла речь. Мне в ресторане Вечером вчера Сказали с юморкоми С этикетом, Что киснет водка, Выдохлась икра, И за столом Ученый по ракетам. И многих, помня, С водкой пополам, Не разобрав, что Плещется в бокале, Я, улыбаясь, Подходил к столам И отзывался, Если окликали. Вот он, Надменный, Словно решилье, Как одинокий папа В старом скетче. Но это был Директор отелье, И не был засекреченный Ракетчик. Со мной гитара, Струны к ней в запас. И я гордился тем, Что тоже в моде. К науке тяга Сильная сейчас, Но и к гитаре Тяга есть в народе. Я ахнул залпом И разбил в бокал. Мгновенно мне Гитару дали в руки, Я три своих аккорда Перебрал, Запел и запел От любви к науке. Я пел и думал, Вот икра стоит, А говорят, Икры не стало в реках. А тот ученый Где-то здесь сидит И мыслит в миллионах И в барсеках. И обнимая женщину Колье, И сделав вид, Что хочет песню вжиться, Задумался директор отелье О том, Что завтра Скажет сослужиться. Он предложил мне позже На дому Успел включить Магнитофон в портфеле. Давай дружить домами! Я ему сказал, Давай! Мой дом, Твой дом модели. И я нарочно Разорвал струну И утаив, Что есть запас в кармане, Сказал, Привет! Зайди не примену, Звоните, Если будут марсиане. Да! Я шел домой По утра, Как старик. Мне ботно Кикатились дети С горки. И аккуратно Первый ученик Шел в школу Получать Свои пятерки. Ну что ж, Мне по делам И по делам. Лишь первые Пятерки получаю. Не стоит Подходить К чужим столам И отзываться, Если Апликают. Самая известная Песня об ученых У Исотского Одна про Товарищи ученые. Товарищи ученые, Доценты С кандидатами Замучились Вы с иксами, Запутались Нуля. Сидите там у нас Разлагаете Молекулы На атомы. Забыл, Что разлагается Картофель На полях. Из гни, Да из плесени Бальзам Извлечь Пытаетесь. И корни Извлекаете По десять Раз на дню. Ох, Вы там Добалуетесь, Ох, Вы да Извлекаетесь, Пока Покроет Плесенью Картофель На корню. А там Автобусом До сходни Доезжаем. А там Рыстой И не стынуть. Небось, Картошку Все мы Уважаем, Когда С сердцем Ее Намятят. Вы можете Прославиться Почти На всю Европу, Кай. С лопатами Проявите Вы свой Патриотизм, А то Вы все Кагалам Там Набросились На опухоль Собак Ножами Режете А это Бандитизм. Товарищи Ученые, Бросайте Поножовщину, Бросайте Ваши Опыты Гидрит И ангидрит, Садитесь На полуторки, Валяйте К нам Там Болщину, А гамма Излучение Денек Повременит. К нам Можно Даже Семьями, С друзьями И знакомыми Мы Разместимся Славно Здесь И скажете Потом, Что Бог Был С теми Генами, Бог С ними Хромосомами. Мы Славно Поработали И Славно Отдохнем. Товарищи Ученые, Эйнштейны Драгоценные, Ютоны Ненаглядные, Любимые До слез. Ведь Лягут В землю Общую Остатки Наши Бренные. Земле Ей все Едино, Апотиты И навоз. Так Проезжайте, Милые, Рядами И Колоннами, Хотя Вы Все Там Химики И Нет На Вас Креста. Но Вы Ж Там Задохнетесь За Сир Храф За Тронами. А Здесь Места Воздушные, Отменные Места. Товарищи Ученые, Не Сумлевайтесь, Милые, Коль Что У Вас Не Ладится, Ну Там Не Тот Эфект. Мы Мигом К Вам Заявимся С Лопатами И С Милами, Денечек Покумекаем И Выправим Эфект. Немножко Автобиографическое Про Дикого Ветра. Там Будет Бывший Лучший Напальный Стрелок. Дело В том, Что Я Был Лучшим Стрелком Кафедры И Выбивал 47 Из 50 Опережая Отставников. А Опальным Я Был Всегда, Потому Что Вы Понимаете, Что Для Фона Я Не Везут. Из 198 Тем Лучше Но Один Раз Только Про Дикого Ветра. Королевский, Где Все Тихо И Складно Где Ни Вой Ни Катаклизм Ни Бурь Поселился Дикий Ветра Громадный То Ли Буйвол То Ли Бык То Ли Турь Сам Король Страдал Желудком И Астмой Только Кашляр Сильный Страх Наводил А Тем Временем Зверюга Ужасный Коих Ел А Коих В лес Волочил И Король Татчас Издал Три Декрета Зверю Надо Отдалить Наконец Кто Осмелится На Это На Это Тот Принцессу Поведет Под Венец Обочавшемся Том Государстве Чуть Зайдешь Так Сразу Наискосок В Бесшабашной Жил Тоске И В Гусарстве Бывший Лучший На Опальный Стрелок На Полу Лежали Люди И Шкуры Пели Песни Пели Меды И Тут Затрубили Во дворе Турбадуры Хват Стрелка И Во дворе Сволоку И Королеву Прокашля Не Буду Я Читать Тебе Мораль Юнец Если Завтра Победишь Чудо Юдо То Принцессу Победешь Под венец А Стрелок Да Это Что За Награда Мне Бы Выкатить Портвейну Бадью А Принцессу Мне Не Дара Не Надо Чудо Юдо Стрелок Победю Ошивался Этот Самый Кто Либо Кто Летур Делать Нечего Портвейну Надспорил Чудо Юдо Победил И Убел Так Принцессу С королем Опозорил Бывший Лучший На Опальных Я думаю Еще Тут Остается Я Сейчас Скажу Так 20 минут 20 минут Все 20 минут Посидел Значит Тут Вопрос Хотите Есть У меня Ой Где Был Я Вчера Если Знаете То Не Надо И Есть Еще Смотрение Не Пойму До Сих Пор Не Надо Это Знаете Конечно Так Вот Диалог у Телевизора Это Вы Слышали Моем Исполнении Хотите Послушать Эдик Диалог у Телевизора Ваня Изина Не Надо Так Так Жертвы телевидения Не Надо Утренняя Гимнастика Не Надо Так Песня О Сентиментарном Боксуре Ну Тогда Сделаем Удар Удар Еще Удар Еще Удар И Вот Борис Будкерев Краснодар Проводит Аперкот Вот Вот Он Зажал Меня В углу Вот Я Едва Ушел Вот Аперкот Я На Полу И Мне Нехорошо И Думал Будкеев Мне Челюсть Круша Что Жить Хорошо И Жизнь Хороша При Счете Семь Я Все Лежу Рыдают Землячки Встаю В трибунах Войн Опуй Его Он Трус Будкеев Лезет Ближний Бой А я Канатом Жмусь Но Он Прорез Он Сибиряк Настырные Они И Я Сказал Чудак Устал Ведь Отдохни Но Он Не Услышал Он Думал Дыша Что Жить Хорошо И Жизнь Хороша А Он Все Бьет Здоровый Черт Я Вижу Быть Беде Ведь Бокс Не Драка Это Спорт Отважных И Т. Д. Вот Он Ударил Раз Два Три И Сам Лишился Сил Мне Руку Поднял Рефери Который Я Не Бил Лежал Он И Думал Что Жизнь Хороша Кому Хороша А Кому Не Шиша Профессия Аналог Профессия Аналог Зарплата Навалом Плевать Что На Лед Они Зубы Плюют Им Платят День Жище Огромные Тыщи И Даже За Проигрыш И За Ничью Игрок Хитер Пусть Берет На Корпус Бьет Зуб Ногой И Не Зуб Ногой А Сам Витоги Калечит Ноги И Вместо Клюшки Идет С Клюкой Профессия Аналог Отчаянным Малым Играла Террия Кому Повезет Играют С партнером Кобык С Матадором Хоть Кажется Принято На Оборот Как Будто Мертвый Лежит Партнер Твой Да Ладно Черт С ним Пускай Лежит Не Обло Шаль Бык Бог Просит Шаль Бык Бог На Трибуне Он Не Простит Профессия Аналог Судья Криминал Ни Мог Ни Бог С Не Считает Ни Злой Мордобой И С Ними Лет Двадцать Кто Мог Подтягаться Как Школьнику Драться С Отборной Шпаной Ну Вот Недавно Эх Козырь Главный Уже Не Козы А Так Пустяк И Их Оружьем Теперь Не Хуже Их Бьем К тому На Скоростях Профессионалы В своем Монреале Пускай Разбивают Друг Другу Носы Но Их Представитель Хотите Спросите Недавно Заклеен Был Две Полосы Сперва Распластом А После Пластырь А Их Непаста Но Как Назло Он Перед Боем Знал Что Слабоем Молились Троеем Не Помогло Профессионалам По По Всяким Каналам Кто Много Кто Мало На Банковский Счет А Наши Ребята За Ту Ж Зарплату Уже Пятикратно Выходят Вперед Пусть Высшие Лиги Плетут Интриги И пусть Канадским Зовут Хоккей За Вам Ни Слово До Встречи Снова А Футболисты До Лучших Дней Лёвочка Ради Бога Для меня Последний Все Нет Там Ну Не так Много Я сокращу Но Немного Не надо Потеряешь Больше Комментатор Комментатор Из своей Кабины Кроет Нас Для Красного Словца Но Недаром Клуб Фиорентины Предлагал Мильон Забышится Что ж Пылы Как Пылы Объясняю Зинья Ест Пылы Крем Брюле Вместе С Жаир Зинья Муром Занялась Прокуратура Что Ему Реклама Он И Рад Здесь Б Мур Не Выбрался Из Мура Если Б Б У Нас Чемпионат Может Не Считает И Достал Он Но Могу Сказать Без Лишних Слов Был Б Глаз Второй Был Достал Он Вдвое Больших Забивал Голов Я Сижу На Нуле Дрянь Купил Жене И Рад А У Блэ Шевроли В Рио Де Жанейро И Вот Это Немножко Со Все Придел Десяти Минут Даже Меньше Через Шахматные Короны Часть Первая Подготовка Ну Это От имени Борца Атлета Имеется Ввиду Не борца За шахматную Доску Я Кричал Вы Что Там Обалдели Что Вы Уронили Шахматный Престиж Мне Сказали Нашим Спортоделям Вот Прекрасно Ты Защитишь Но Учти Что Фишер Очень Ярок Даже Спит С доскою Сила Днем Он Играет Чисто Без Помарок Ничего Я Тоже Не Подарок И У Меня В Запасе Ход Конем Ох Вы Мускулы Стальные Пальцы Цепкие Мои Эх Резные Расписные Деревянные Ладьи Друг Футболист Учил Не Бойся Он К Таким Партнерам Не Привык Затылы Центр Не Беспокойся А Играй По Краю Напрямик Я Валюк Набег На Сто Метров К В баню Вес Согнал Отлично Сплю Были По Хоккею Тренировки В общем После Этой Подготовки Я Его Без Мата Задавлю Ох Вы Сильные Ладони Мышцы Крепкие Спины Эх Вы Кони Мои Кони Ох Вы Милые Слоны Не Спеши И Главное Не Горбись Так Боксер Беседовал Со Мной Ты В ближний Бой Не Лезь Работай Корпус И Помни Что Коронный Твой Прямой Честь Короны Шахматной На Карте И Он От Поражения Не Уйдет Мы Сыграли Сталин Десять Партий В Преферанс В Очко И На Бильярде И Таль Сказал Такой Не Подведет Ох Рельеф Мускулатуры Дельтовидные Сильны Что Мне Легкие Фигуры Эти Кони Да Слоны И В Буфете Для Других Закрытым Пор Успокоил Не Рабей Да Ты С Твоим Прекрасным Аппетитом В Раз Проглотишь Всех Его Коней Так Что Ты Присядь Перед Дорогой Дальней И Возьми Питание Рюкзак На Твоих Готов Пирог Пасхальный Этот Шифер Пусть Там Себе И Гениальный А Небось Попить Покушать Не Дурак Ох Мы Крепкие Орешки Мы Корону Провезем Спать Ложусь Я Вроде Пешки Просыпаюсь Аферзем Вторая серия Называется Игра Только Пролетели Сразу Сели Фишки Все Заранее Стоят Фото Репортеры Налетели И Слепят И С толку Сбить Хотят Но Но Меня И Дома Кто Положит Репортерам С ног Меня Не Сбить Мне Же Не Умение Поможет Этот Шифер Ни За Что Не Сможет Угадать Чем Буду Я Ходить Выпало Ходить Ему За Дире Говорят Он Белыми Мостак Сделал Ход Е2 На Е4 Что Там Незнакомо Так Так Ход За мной Что Делать Надо Сева На Угад Как Ночью По Тайге Помню Всех Главнее Королева Ходит Взад Вперед И Вправо Влево Конь Же Ходит Только Буквой Г Эх Спасибо Заводскому Другу Научил Как Ходят Как Сдают Выяснилось Позже Я С Испугу Разыграл Классический Дебют Все Кляжу Чтоб Не Было Промашки Вспоминаю Повара В тоске Эх Сменить Бы Пешки На Рюмашки Сразу Прояснилось На Доске Вижу Он Нацеливает Вилку Хочет Есть И Я Бы Съел Ферзя Под Такой Бы Запус Да Бутылку Но Во Время Матча Пить Нельзя Я Голодный Посудите Сами Есть У них Лишь Кофе Да Омлет Клетки Как Круги Перед Глазами Королей Я Путаю С Тузами Из Дебюта Путаю Дуплет Есть Примета Вот Я И Рискую В первый Раз Должно Мне Повести Да Я Его Замучу Зашахую Мне Бы Только Дамку Провести Тузами Не Мы Мы Чу Не Телюсть Весь Как Вата Надо Что-то Бить Уже Пора Чем Бить Матом Встал На Хитрости Пускаться Он Так Пробежится И Назад Предложил Турами Поменяться Ну Ещё Ему Меня Не Опасаться Когда Я Лёжа Жму Сто Пятьдесят Я Его Фигурку Смерил Оком И Когда Он Объявил Мне Шах Обнажил Я Бицепс Ненароком Даже Снял Для Верности Пиджак И Мгновенно В зале Стало Тише Он Заметил Что Я Привстаю Видно Ему Стало Не До Фиши И Хвалён Пресловутый Фишер Тут Ж Согласился На Ничью Согласился На Ничью А Теперь В заключении Два Посвящения Сегодня Нет Значит В заключении Два Посвящения Посвящения Существует Много Я Отобрал Лучшие На мой взгляд Лирическое Булата Акуджава А также Своё посвящение Которое Я Как автор Лекции Концерта Не могу Не представить Булат Акуджава О Володе Высоцком О Володе Высоцком Еп Я Месню Мать Булат Булат Одному Не вернуться Совсем Из Похода Говорят Что Грешил Что К сроку Свечу Затушил Как умел Так и Жил А без Грешных Не знает Привода Ненадолго Раздука Всего Лишь На Вик А потом Отрапляться И нам По Седан По Горячим Пусть Кружит Над Москвою Открывший Его Балетон Ну а Мы Вместе С ним Поспьёмся Вместе Под Хачем А Володе Высоцком Я Песню Придумать Хотел Но Отражала Рука И Мотив Со Стихом Не Сходился Я 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 Чёрную Землю Спустился И Последнее Мое В памяти Высоцкого В накале Плазмы Век Не Проживёшь На Всем Скаку Не Разведёшь Руками Конечно Стену Лбом Не Прошибёшь Но Капля Крови Продолбила Камень Вам С Крайней Колеёю Повезло Та Оттепель Не Ложка Ликобеду Но Легче Взять Чем Удержать Весло Теченью Вопреки Навстречу Бедам Не Развозила Дозой Фронтовой Быстрей Коней Несла Самозабвенность Покой Не Снился Шёл Ваш Вечный Бой Где Струны Нервов Рвали Вам За Верность Певец Глашатый Дум Необходим Лжи Патока Вливалась В наши Уши Вы Воин В поле Даже И Один Разрывом Сердца Спавший Наши Души Поэт Ливы Заставил Ваш Пример Смотреть На Жизни Глубже Филологии Безмерно Полнозвучность В мире Мер Эпоха Отдаётся В каждом Слоге Стихи Росли Не Ведая Стыда Звезда Созна Строки Звезду Достала Быта Непостижимой Вышла Простота Философа Поэта Эрудита Народной Прады Энциклопедист Вы Сковорок Смеявшийся Сквозь слёзы За книгой Книгой И за диском Диск В высоком Небе Сожигают Звёзды О Вот это Класс Может быть Вы не заметили Может быть Вы не заметили Значит Тут есть Четыре Интересные Строки Значит Нет Я Говорю к тому Что там Зашифровано Творчество Самых Выдающихся Поэтов Значит Там Сейчас Я скажу Безмерно Полнозвучность Мир и мир Это Напоминание От святой Что же Не делать И певцу И первенцу И дальше С этой безмерностью Мир и мир Эпоха Отдаётся В каждом Слоге Это Посвящение Пастернака Ахматовой Какой-то Город С самых Первых Строк Растёт И отдаётся В каждом Слоге Стихи Росли Неведая Стыда Это Очевидно Ахматова Когда Мы знали Из какого Сора Растут Стихи Неведая Стыда Сосна Строки Звезду Достала Быто А это Отсылка К Мандельштам Уведи Меня В ночь Где Течёт Енисей И сосна До звезды Достаю Потому что Не волк Я по крови Своей И меня Только Равный Убьёт Дорогие Друзья Дорогие Зрители И слушатели Спасибо За внимание 25 Соро 75 лет Со дня Рождения Горячо Любимого Нами Владимира Семёновича Высоцкого Светлая Память С половиной Года Как Высоцкого С нами Нет И мы Видим Что он С нами Спасибо Спасибо Может быть Может кто-то Хочет Два слова Сказать Уступлю Место Семёновича Семёновича Сказать Высоцкий Живо Сегодня И во многом Благодаря Такому Вечеру На котором Мы сегодня Присутствуем Спасибо 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 Спасибо